Глубоко уважаемая Ирина Александровна, глубоко уважаемые коллеги, я благодарю за возможность выступить на такой замечательной конференции. Эта работа сделана совместно компанией генотехнологии и Институтом биорганической химии. Известный NY-SOL-1 антиген представляет собой небольшой белок размером примерно 18-20 кгт, имеющий богатую к лицином Н-концевую область и гидрофобный С-конец. Это очень иммуногенный антиген. Известно, что при разных заболеваниях, а он распространён достаточно широко и практически в любой злокачественной опухоли у того или иного больного можно встретить экспрессию данного антигена. Он очень часто вызывает спонтанный антитильный, то есть боклеточный и токлеточный ответ. Это уже доказаны вещи. И в 2013 году группа авторов, среди которых был и Ллойд Олд, ещё и Кнут, то есть классики, которые занимались в том числе этим антигеном достаточно давно, опубликовали работу, посвящённую полностью человеческому антителу, которую они назвали «12-10-7» антитела против NY-SOL. И в этой работе пришлось объяснять читателям некоторые положения, поскольку вещь действительно нетривиальная. Обычно все подразумевают при антительной противоохотерапии связывание антитела с антигеном на поверхности клетки. Так вот, NY-SO1 является внутриклеточным белком, и на поверхности могут присутствовать в опухолевой клетке только какие-то уже результаты процессинга этого белка, пептиды, связанные с молекулами Шеля. И оказалось, что это антитело способно в этой работе, это показано, активно проводить кросс-презентацию, усиливать кросс-презентацию антигена. Что такое кросс-презентация? Наверняка все знают, но здесь я решил привести эту картинку. Антитела способны захватывать антиген, и их константный домен антитела может связываться с FC-рецепторами на поверхности многих клеток, в том числе и антигенных презентирующих. Это приводит к тому, что познакомиться с этим антигеном возможность увеличивается в антигенопрезентирующей клетке. Она активно, успешно её презентирует. И, как показано было в этой работе, введение антитела против NYSO на модельной линии мышек, в котором прививали опухоль, в которую был введён человеческий NYSO, в присутствии антитела распознающего NYSO опухоль достаточно активно ингибировалась. Но при этом авторы добавляли ещё и 5-вторых урацил для того, чтобы приводить к разрушению опухоли. И они строго это не доказали, но не предполагают, что противоопухолевый препарат приводит к разрушению опухоли. Данный антиген выходит в кровоток и далее уже подхватывается антителами, которые вводили они мыши. Это приводит к усилению кросс-презентации, к активации т-клеточного ответа. Это антитело было куплено, патент на него, компанией Ex-BioTech, американский стартап 2005 года. Каких-либо клинических исследований пока эта компания не проводит. Они только опубликовали данные о том, что они успешно создали продуценты, наработали банк клеток, наработали клеточную массу. То есть у них всё ещё впереди с данным антителом. Мы решили сделать аналогичные антитела на основе классической схемы через мышь. Для этого сначала мы получили рекомендантный НВСО. Сначала синтезировали этот ген, затем его клонировали. Здесь показаны какие-то рабочие моменты очистки. Далее с помощью этого антигена нами были иммунизированы мыши, получена серия гибридом, которые затем тестировались с помощью проточной цитометрии, с помощью тестов на афинность, с тем, чтобы выбрать наиболее оптимальные кандидаты. Антитела. Такие антитела были нами выявлены. Сначала четыре, далее мы всё это сузили уже до двух антитела. Здесь показана краска линии меланома человека антителами А7, Ф7, Ж9, полученные нами. Это другая линия, это электропластоидный вариант хронической меланоликозы, К5-62. Также эти клетки экспрессируют НВСО и успешно окрашиваются нашими антителами. С помощью наших антител мы можем увидеть окрашивание НВСО положительных клеток под микроскопом. Здесь в качестве таких клеток использовалась карцинома Лиуис, мышиная, в которую мы вводили нашу конструкцию, экспрессирующую НВСО один человек. Затем нами были клонированы лёгкие и тяжёлые, порядочные участки лёгких и тяжёлых цепей, которые присутствовали в данных гибридомах. И оказалось, что все выбранные нами гибридомки секретируют они с тела, в общем-то, родственные друг к другу, поскольку они происходят от одних и тех же герминальных генов и имеют только некоторые замены. Мы выбрали, отобрали для гуманизации по ряду параметров одно из этих антител, А7, и гуманизировали. То есть мы заменили CTR-участки человеческой конструкции на мышины из данных гибридома. Но оказалось, что такая гуманизация приводит к снижению афинности данного антитела. И нами было вычислено, каким образом можно восстановить эти свойства. Оказалось, что достаточно сделать возврат к одной аминокислоте. И это привело к тому, что новый вариант этого антитела сравнился по своим характеристикам с химерным вариантом. Химерная форма нами также была получена данного антитела. Таким образом, одно из этих антител гуманизировано. Мы протестировали различные свойства по способности окрашивать специфические НВСО, экспрессирующие опухоли. и на других тестах. Таким образом, пока всё это лежит у нас в холодильнике, но нам было интересно, могут ли получены нами антитела работать так же, как это было описано в работе 2013 года, посвящённые полностью человеческому антителу. Мы получали иммунные комплексы на основе рекомендантного белка НВСО и наших антител и иммунизировали по различным схемам мышей и обнаружили, что иммунные комплексы, то есть смесь рекомендантного белка и антитела несколько увеличивает продукцию антител, то есть увеличивает гуморальный ответ. На уровне выработки интерферона гамма мы больших различий не увидели, статистически значимых, но, возможно, здесь просто был какой-то дефект методики. Нами была получена модельная линия, это мышиная меланома B16F10, в которой мы ввели конструкцию, способную экспрессировать человеческий НВСО-1. И как мы видим, с разной эффективностью антитела, полученные нами, способны окрашивать эту линию по данным проточникам дицетометрии. Нами был проведён следующий опыт. Мы иммунизировали лабораторных мышей либо просто рекомендантным белком НВСО-1, либо вводили иммунальные антитела, либо использовали иммунный комплекс. Причём здесь я опускаю, была проведена работа по подбору дозы, по выбору оптимальных соотношений при получении иммунного комплекса. И опыт выглядел следующим образом. За 7 дней до прививания опухоли доза опухоли также была сначала нами выбрана в предварительных экспериментах. Это 50 тысяч клеток мы вводили в мышь. Если не в контрольной линии, уже на 28-й день вырастали достаточно большие опухоли у животных. После введения опухоли на 3-й и 15-й день мы вновь повторяли введение наших препаратов. То есть либо рекомендантного белка, либо просто антитела, либо иммунных комплексов. Что же мы получили? Здесь вот две гистограммы. И что мы видим на 28-й день? Оказалось, что иммунные комплексы на основе антител А7 и Ж9 в соотношении 1,25 в отношении к рекомендантному белку очень эффективно тормозят рост данной меланомы. И это соотношение сохраняется, хотя становится менее очевидным, мы на 32-й день. Но оказалось, и это весьма странно, что другое антитело, которое мы ещё не гуманизировали, а именно Ж9, вызывает подобный же эффект даже само по себе, то есть не в составе иммунного комплекса. То есть мы видим, что и иммунный комплекс работает эффективно, ну и само антитело без рекомендованного белка, без этой добавки, работает также эффективно. И в настоящее время мы планируем также гуманизировать это антитело. И, возможно, будущий препарат будет менее громоздким, сложным, то есть не нужно будет получать иммунный комплекс, достаточно будет для терапии применять одно это антитело, гуманизированное. Таким образом нами были получены, проведена определённая работа, которая позволила получить иммунный комплекс на основе раково-тостикулярного антигена NYSO и моноклональных антител к нему. Одно из антител было гуманизировано, ну и обнаружилось, что антитело Ж9 оказывается не менее эффективно, чем иммунный комплекс, содержащий и соответствующий раково-тостикулярный антиген. Здесь показаны участники работы, я выражаю всем благодарность. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...